Здравствуйте, в эфире программа местное самоуправление. Сегодня у нас в гостях заместитель главы города и депутат Чебоксарского городского собрания депутатов Горбунов Виктор Александрович. Здравствуйте, Виктор Александрович. Позади выбора столичного собрания, вы депутат нескольких созывов. С высоты вашего полета, как вы думаете, как надо действовать нынешнему новому депутатскому созыву? Ну, я очень часто применяю этот термин. Это термин из морского устава Чебоксарской армии. Он касается офицерского состава. Попробую его процитировать. Ни одна инструкция не может дать наперед соответствующего указания, а поэтому господа офицеры должны руководствоваться здравым смыслом и пользой делой для того, чтобы оправдать свое предназначение. Поэтому все депутаты, которые сейчас избрались, они же встречались со своими избирателями, давали обещания, заверения. У каждого депутата эти обещания записаны в виде программы, в свою программу. Конечно же, каждый депутат должен преследовать и выполнять эту программу, отчитываться. Более того, что мы, как правило, раз в полгода отчитываемся перед своими избирателями. На время этой материи, она пролетает очень быстро. И в самое ближайшее время, я думаю, наверное, в канун Нового года, уже первые отчеты, первые депутаты нового созыва будут проводить отчет перед своим избирателем. Поэтому первое, что нужно сделать каждому избирателю, это то слово, то обещание, ту программу, которую он давал в те или иные сроки, он должен отслеживать их и не забывать, и помнить о них. И, естественно, отчитаться. Это первое. Ну и второе, конечно же, у нас мы очень тесно обсуждали программу пятилетнего развития, она так и называется, программа социально-экономического развития города Чебоксара, где мы должны в течение пяти лет обустроить каждую дворовую территорию. Значит, депутат, естественно, представляет, как правило, население своего избирательного округа, который проживает в том или другом доме. И не во всех дворах мы провели обустройство, значит, дворовых территорий. Значит, естественно, он должен отслеживать это, поскольку я всегда, очень часто повторяю, что театр начинается с вешалки, а дом начинается со двора. Значит, в любом случае он должен отслеживать эти программы, которые заложены у нас в социально-экономической программе развития города. Ну и, естественно, все текущие моменты, которые будут поступать со стороны наших избирателей, он должен их отрабатывать в оперативном плане. То есть мы можем сказать, что это практики, которые доказали уже свою эффективность? Безусловно, безусловно. А все-таки у нас когда состоится, когда ожидать первое собрание депутатов? Насколько у нас обновился состав и ожидается ли изменение, что структура тоже поменяется? Мы должны выбрать главный вопрос капитана парламента города, да, это первое. Потом совместно с капитаном уже выработать изменение структуры. Она, естественно, претерпит изменения. Будет увеличено количество заместителей. Нам совместно с нашим капитаном или с новым главой города надо будет определять кандидатуры, которые будут возглавлять комиссии. А у нас при депутатском собрании шесть постоянно действующих комиссий. Вот все эти вопросы в самое ближайшее время мы будем обсуждать. Ну, планируем, если может быть, какое-то протойти изменение, недоразумение, 8 числа. Вот, будут, естественно, и беседы, будут, естественно, и знакомства. И потом уже будем выстраивать план работы на ближайшие, скажем, месяцы. Вот примерно такой у нас алгоритм. Или на ближайшее время сделаем. А вот все же, что, по-вашему, с вашей точки зрения, будет ключевым направлением работы, вашей работы? Ключевым направлением нашей работы в любом случае должно послужить то, что мы должны и неотъемлемо выполнить обязательно программу социально-экономического развития. Потому что эта программа, она, значит, несколько раз взвешивалась, оспаривалась, дискуссировалась. Это первый момент. Ну, а второй момент, конечно же, построить здоровый диалог, значит, внутри нашего городского парламента. Чтобы шла конструктивная деловая работа на развитие нашего города. Для этого немаловажный тесный контакт с населениями, это предполагает, да? Безусловно. Главный документ у нас, это Конституция Российской Федерации, где четко прописано, что главным достоянием любого государства и главным достоянием нашей России является народ. А мы все слуги народа и работаем, естественно, в интересах народа. А вот интересно узнать, как все-таки от выборов к выборам меняются наказы избирателей? Как вы оцениваете активность горожан и что уже успели с ними сделать? Я уже, вот, третий парламент и требования другие уже у избирателя. В любом случае, город растет, город развивается, город становится красивее. Значит, есть программы, которые нацелены на обустройство дворовых территорий. Есть программы безопасной и качественной дороги. Есть программы по обустройству общественных пространств. Сейчас, если в летний период времени пройти, значит, фонтаны, цветные, дети. Мы притворили программу наших избирателей, поскольку, прежде чем обустроить какое-то общественное пространство, мы в любом случае советуемся с нашими горожанами на открытом город, через интернет. Вот, мы обсуждаем, какую территорию, какое общественное пространство мы в первую очередь должны обустроить. И по наибольшему количеству, значит, занятых голосов, это пространство мы начинаем в соответствии с проектом и обустраивать. Я, когда и избирался, и сейчас говорю о том, что у каждого дома должен быть свой капитан. Значит, я имею в виду капитан, это председатель домового комитета. А у нас, вот это в нашем городе, это, я считаю, упущение. И мне, и многим другим депутатам над этим нужно работать, поскольку выстраивать работу по обустройству дворовой территории, значит, того или иного дома легче намного, когда в доме есть лидер. Это намного оперативнее, намного, значит, интереснее затаскивать вот эти проекты, связанные с обустройством дворовых территорий. Чтобы уже напрямую действовать, хочется. Высшим органом управления домом является собрание собственников жилья. Значит, вы должны собраться, принять решение о софинансировании. Это же дворовое имущество, туда входят и спортивно-тренажерные комплексы, и малые архитектурные формы. А поскольку практика показывает, население, когда принимает участие в софинансировании этой программы, естественно, оно и отвечает за то или иное имущество, оно не является брошенным. В виде, конечно же, результата уже и хочется дальше двигаться вперед. Конечно, однозначно. Надо мыслить уже масштабнее, уже стратегия у людей поменялась. Всем хочется, чтобы двор был комфортным, обустроенным, чистым. А сами люди как отзываются вообще о проделанной работе? Видно же результат, что говорят и благодарят? В этом году мы проделали, хотя бы с большим опозданием, работу по обустройству дворовых территорий. Но отзывается очень положительно. Все малые архитектурные формы, образца 70-х, 80-х уже не устраивает. Мы от них просто избавляемся, поскольку они уже не отвечают современным требованиям, и они и небезопасны. Немного поменять тему. Как может у нас измениться бюджет будущего года в связи с пандемией? И менялся ли он нынешним по этой причине? Некоторые незначительные изменения были в начале, когда началась эпидемия. Ну а в целом он остался этим же. Мы четко следим за этим. Мы принимаем оперативные решения, мы корректируем его. Ну вот впереди сейчас у вас предстоит большая работа в обновленном составе, новыми силами. Какие первые шаги будут? Мы в любом случае будем собирать все предложения, которые будут исходить на любой партии наших коллег. То есть если они недельные, если они полезные для города, они будут нам давать какой-то, скажем, экономический эффект, конечно же мы будем принимать. То есть у нас должна сформироваться на первых порах своя внутренняя, первая, новая, если хотите сказать, программа нового парламентария. Спасибо вам большое, Виктор Александрович, за содержательную беседу. Приходите к нам еще. Приглашайте, придем. Это была программа «Местное самоуправление». Сегодня мы пообщались с депутатом Чебоксарского городского собрания Виктором Александровичем Горбуновым. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok